Приветствую моих любимых зрителей! С вами Ориона, и мы продолжаем выживать в Арксу Руаевл и Волвед на выжженных землях. В прошлой серии мы с вами, ребята, украли 4 яйца на Виверне, и инкубация этих яичек уже подходит к концу. Осталось подождать немножечко. Оказывается, 12 кондиционеров нам не хватило, чтобы провести инкубацию. Вышло в определенное время сообщение о том, что слишком холодно, и я добавила еще 3 кондиционера. Получается, у нас здесь находится 15 кондиционеров на вот эту вот инкубаторную. Хорошо, что у меня были ресурсы в большом запасе, в большом количестве. Не пропустить бы этот важный момент, когда вивернята начнут вылупляться. Давайте постоим, никуда не будем ходить, подождем. Вылупился! Один маленький виверненочек у нас вылупился. Огненные виверночки сейчас будут вылупляться остальные, потому что яйца мы украли практически одновременно. Так, ждем, ждем. Так, погодите-ка, надо же его заклаймить. Все. Это у нас мальчик. Мальчик огненная виверна 72 уровня. Ждем следующих на подходе. Масенький такой, хорошенький. Детеныш у нас пока что не голодный. Еще один, еще один вылупился. Это самый-самый желанный виверненочек, ребята. Это виверненок... Ой, и следующий. Грозовой виверны. 128 уровня. Так, забираем его себе. Девочка. Девочка. Зелененький это у нас детеныш ядовитой виверны. 68 уровня мальчик. И остался последний. Последнего осталось дождаться. Опа, вот и он появился на свет. 72 уровня. Кто ты у нас? Девочка. Что у нас получается? Мальчик. Девочка. Мальчик. Девочка. Два мальчика и две девочки вылупилось. Надо их вывезти во двор. Потому что они будут расти. И сюда не поместятся. За мной, мой маленький. Следующий. За мной. А, они все за мной следуют. Когда вылупляются ясненько. Выводим их. Выводим, выводим. Они еще думают. Только-только появились на свет. Еще не поняли. Давайте-ка мы сядем на виверну. Подальше отлетим. Тогда они за нами выползут. Так, стоп. Вижу, вижу. Началось движение. Потихонечку пытаются выползти. Есть один виверненыш выпал. Виверненыш выпал. Второй выпал. Давайте вернемся к ним. Садимся. И побежали, побежали к нашим малюткам. Как они топают. Один на балкончике ползает. Так, вот он. Вот он самый-самый мой любимый. Самый желанный. Точнее, это девочка у нас. Самая желанная. Самая красивая. Так, куда ты ползешь? Погодите-ка. У них, наверное, блуждание еще включено. Надо отключить им блуждание всем. Подключить блуждание. Теперь иди за мной. Ну все. Последний виверненочек у нас... Ой, ой, ой. Выполз. Давайте-ка мы их сейчас соберем всех вместе. Чтоб они в одном месте находились. Вижу, ползет маленький. Ползет. Надо еще дальше отлететь. Ползет, ползет, ползет. Все. Сойдет. Пусть здесь стоит. Теперь. Надо ему также отключить блуждание. И пусть стоит здесь. Все, ребята. Остается подождать где-то... Два с половиной часика. И тогда мы с вами полетим добывать молочко. К этому времени они проголодаются. И, скорее всего, попросят уделить им внимание. Захотят попить молочка. Прошло больше двух часов. Наши вивернята заметно подросли и проголодались. Пришло время слетать и добыть им молочка. И они у нас еще попросят скоро внимания. Через 40 минут. Я думаю, к тому времени мы вернемся. И, возможно, когда они захотят внимания, это внимание и будет, чтобы покормить их с руки молочком. Так, полетим мы на этот раз на виверне. То есть, раньше, когда мы добывали молочко, мы ловили виверн в клетку при помощи орла. Теперь будем делать это на виверне. Взяла я с собой транквилизирующие дротики и обычную винтовку для усыпления. Еще, ребята, за время, пока наши вивернычки подрастали, пока они голодали, я избавилась от всех лишних животных. Я убрала скорпионов. Я также избавилась от карнотавров. В общем, от всех, кто нам не пригодится. Потому что места маловато. Когда наши виверны вырастут, я просто не знаю, куда их девать. Ну и да, марилатопсов я тоже убрала. Оставила только одного добытчика. Потому что каменный голем, например, он у нас отлично, просто отлично собирает камень, собирает песок, дерево и немного соломы. Из-за чего нам, получается, песчаный дракончик не нужен, который хорошо собирает дерево. И броненосец нам тоже уже не понадобится. А вот на големе добывать ресурсы одно удовольствие. Но песчаного дракончика я все равно оставила одного. Пусть стоит, жалко его выгонять. Ну что, полетели. Вроде бы ничего не забыла. Водичка есть. Хотя водички маловато. Давайте-ка флягу наполним. Еды я взяла. Дротики у нас есть еще на базе. На второй нашей небольшой базе. Которую мы установили около ущелья Виверн. Где клетки стоят. И я на месте. Еще, ребята, за это время я перестроила клетку. Я подняла нижний уровень на два блока. То есть раньше у нас было два блока, теперь четыре блока. Иначе бы наша Виверночка туда не поместилась. Принцип ловли остается такой же. Мы пролетаем здесь по низу. А Виверна, которая следует за нами, застревает на верхнем уровне в клетке. И все, что нам остается, это закрыть за ней ворота. Орлов моих запасных, к сожалению, сожрала Альфа Виверна. Вот здесь у меня небольшая база, где хранятся кое-какие припасы. И стояли два запасных орла. Альфа Виверна, по-моему, вот она здесь кружит. Да, вот она Альфа Виверночка. Я вот думаю, может быть мы ее убьем. Попробуем заманить в ловушку и убить. Сейчас я посмотрю, какого она уровня. Так, 32 уровень самочка. Ну что ж, давайте попытаемся. Надо ее покусать, чтобы она разозлилась и следовала за нами. Погнали. Ведем ее в клетку. Маневрировать на Виверне тяжелее, поэтому сейчас постараемся попасть в клетку. Не промахнуться мимо. Так, поворачиваем. Поворачиваем. Смотрим, не получилось. Еще разочек. Сейчас мы ее покусаем посильнее. Ой-ой-ой-ой-ой, застряла, застряла Виверни. Жесть какая. Зато мы ее хорошо разозлили. Так, заводим ее. Получилось. Теперь надо за ней закрыть клетку. По-быстрому, пока она не выбралась. Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. Закрыли. Попалась. Просто, ребята, зачем я покусала ее на Виверне, чтобы она агрилась на Виверну? А я в это время побежала, закрыла ворота. Иначе она бы вылетела. Все получилось. Ну что, пойдемте убивать. У меня здесь рядышком есть баллиста. Вот только там, возможно, мало болтов, и я не уверена, что их хватит. Сколько у меня там штучек-то? Сейчас проверим. Так, 36 болтов. Ну, будем надеяться, что на эту Виверночку нам будет достаточно. Эх, если бы ей в голову попасть. Эх, не попала. Еще разок. Есть. Разозлилась. Ну, повернись ко мне. Золотко ты мое. Вот так, вот так, вот так. Голову, голову дай. Умница. Здорово. Хорошо стоит. Стреляем, пока она нам голову подставила. Надеюсь, что убьем. Она уже вся в крови. Да, ребята, мы ее убьем. Болтов нам точно хватит. Да, я убила это чудовище. Убила этого монстра. 32 уровня. И нам дали сразу же уровень. Наверное, даже не один. Давайте посмотрим, сколько. Раз, два. Два уровня дали за эту Виверночку. И, скорее всего, с нее будет какой-то лут. Какой-то дроп по-любому должен быть. Так, сейчас я ее разделаю топором. Посмотреть инвентарь. Трофей. Голова Виверны. Ух ты. Беру огненный коготь. И сколько молока она дала. Обалдеть, сколько молока. Нам столько молока-то и не надо. Синяя кожаная шапочка. И все. Ну что, я забираю молочко. Нам хватит 4 бутылочки, по идее. Так что, ладно. Все, не буду брать. Если мы ее разделаем, то мы получим, скорее всего, праймясо целую кучу. И немножечко серы. Так, быстренько. Молочко надо закинуть в Виверну в нашу. Там оно будет храниться дольше. У меня на руках всего лишь 7. 7 минуточек. Так, молочко в Виверночку. Соль тоже туда же. А это что такое? Скин какой-то дали. Сейчас, ребята, все посмотрим. Нам надо скорее отправить молочко. Покормить Вивернят. Пока оно не пропало. Час будет храниться в инвентаре у нашей Виверны. Но это, наверное, еще из-за соли. Соль для консервирования. Если мы соль уберем из инвентаря, то молоко будет храниться 30 минут. А солью хранится целый час. В любом случае, мы успеем. Здорово. Что за скин такой? Вы можете использовать это для изменения внешнего вида перчаток. Выглядит угрожающе. Точно. Это у нас перчатки. Ну что, давайте скин наденем. Посмотрим, как оно будет выглядеть. Вот такие вот перчатки получились. Ух, это была первая альфа-Виверна, которую я убила. А вообще, что интересно. Если убить обычную самочку Виверны, то с нее молочко не будет падать. Надо ее обязательно усыпить. А вот с альфа-Виверной у нас упало молочко. Так, кушаем, пьем и летим домой поить маленьких вивернят, кормить их и уделять им внимание. Они сейчас попросят. И пойдемте смотреть, что там наши малыши. Так, уделите внимание питомцу через 30 минут. Как же мы быстро слетали. Очень быстро. Ну, ребята, я сейчас их кормить не буду. Сытости у них осталось 355. Я думаю, они потерпят. Ничего страшного. Давайте дождемся, пока пройдет 30 минут и посмотрим, что они захотят. Потому что, когда мы уделяем внимание питомцу, у нас качается привязанность. Ихняя привязанность к нам. Молочко надо будет убрать в термошкаф. Оно там хранится намного дольше. Так, молочко давайте... Ладно, уберем тогда, сколько влезет. И обязательно соль. Соль тоже надо будет положить в термошкаф. Соль я накрафтила. Накрафтила еще кувшинчиков. В этих кувшинчиках соль хранится практически вечно. Так, соль заберем на руки. И все это в термошкаф. Вместе с солью. Селитра кончилась. Селитрочка кончилась. Сейчас еще селитрочки закину. Смотрим, сколько молоко хранится. Два часа. Забиваем полностью термошкаф. Ну, остальное молоко в любом случае пропадет. Потому что вивернята кушают редко. Я застряла, да? Да, застряла. В дверях снова. Что ж такое? Время прошло. И огненная виверночка у нас что хочет? Пойти на прогулку. Давайте мы ее возьмем на прогулку. Зовем ее за собой. Пойдем, пойдем, моя красавица. Пойдем, пойдем за мной. Надо ее немножечко выгулять. Так, идет, идет. Даже побежала за нами. Нет, еще не нагулялась. Нагулялась, отлично. Привязанность 30%. Повели ее назад. Повели, повели. Возвращайся. Возвращайся. Так, что у нас хочет следующий виверненок? Этому уделить внимание через 10 секунд. Этому через 7 секунд. Так, а огненная виверночка хочет обниматься. Ну, давайте пообнимаемся с ней. Пути-пути. Привязанность 30%. Так, ты что хочешь? Тоже хочешь обниматься? Все хотят обниматься. Я думала молочка, заходите. Обнимаемся. Это моя самая любимая девочка. Грозовая виверночка. И последняя, ядовитая виверночка. Хочет попить молочка с моих рук. Ну что ж, давайте возьмем молочка. Молочко. Выкладываем на нолик. Теперь подходим к ядовитой виверночке. Дать молоко виверны для утешения ядовитой виверны. Ну что ж, кормим ее. Покушала. Ну и давайте их молочком всех попоем. Раз уж они захотели погулять и обниматься. Берем молочко. Смотрим, сколько у них сытости. Сытости 117. Кушай. Даже 2 закинем. Закинули 2, но скушала она только одно. Видите, молочко сколько восстановило ей сытости. 1300 стало. Поэтому молоко у нас испортится. Так, ты у нас тоже голодный? Голодная самочка. Держи, кушай. Кушай. Кто у нас еще голодный? Ты есть не будешь, да? Да, ты насытилась. Тебя покормили мы с рук. Ну и последняя огненная виверночка. Ее тоже кормим молочком. Все, насытилась. Остальное молоко могу выпить сама. Использовать. У нас появился баф. Мне ребята писали в комментариях, что это какой-то просто зверский баф, который дает бешеное сопротивление к огню и еще к чему-то. Не знаю, ребята, что забав такой. Но вот, судя по комментариям, что-то очень классное. Так, вот это молоко у нас испортится. Можно его не беречь. И молоко, которое в термошкафу, скорее всего, тоже испортится. Как только проголодаются виверны, мы полетим снова добывать им молоко. Ловить самочку точно так же в клетку. И если это будет не альфа-самочка, то, конечно же, мы ее будем там усыплять, а не убивать. И с ее инвентаря брать молочко. А детеныши захотят внимания через 3,5 часа. Ну что ж, ребята. Нет, я с вами еще не прощаю. Знаете, что хотела сделать? Давайте-ка мы с вами еще трофей повесим. Мы же выбили, получили голову виверны. Поместите этот предмет на стенное крепление для трофеев. Сейчас мы его выучим. Пишем здесь трофей. Вот он. Настенный крепеж для трофея. Чтобы его выучить, надо выучить деревянную табличку. Пишем деревянная табличка. Или лучше просто табличка написать. Деревянный указатель надо выучить. Ладно, пишем указатель. Учим. Теперь табличка. И теперь трофей. Так, крафтится на руках. Изготовление. 200 дерева и 80 цемента. Берем дерево. И я не могу двигаться, потому что у меня перевес. Так, как же нам быть? Давайте-ка я дерево пока что выкину. Возьмем цемент. Цемент. Вот он. Забираем цемент. Теперь подбираем дерево. И крафтим крепеж. Создать. Сейчас будем думать, куда бы нам повесить эту голову. Этот трофей. Может быть над входом? Давайте попробуем над входом. Мне кажется, самое лучшее место. Установить. Теперь надо повесить эту голову. Виверничка своим хвостом машет, мешает. Вот. Отлично. Голова виверны. Огненной виверны. Неплохо смотрится. Красота. Ну что, ребята. На этом, думаю, можно и серию закончить. Я буду с вами прощаться. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok